За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения. В штабе сообщают о росте напряженности. Боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня. Количество обстрелов увеличилось на всех направлениях. На Луганском 10 провокаций, но все с использованием только стрелкового оружия. На Донецком направлении боевики снова использовали тяжелые минометы калибром 120 мм. Выпустили 18 мин. Всего же на этом участке зафиксировали 12 обстрелов. На мариупольское направление пришлось 2 трети провокаций. 18 случаев обстрелов, в том числе с применением техники. Седьмая волна мобилизации в Украине не планируется. Об этом заявил замначальника генштаба Владимир Талалай. Заменять демобилизованной шестой волны бот-контрактники. Сейчас ежемесячно служить на этих условиях в ряды вооруженных сил поступает около 6 тысяч человек, и к концу года их будет 15-18 тысяч. Талалай отметил, они вполне обеспечат потребности армии. Число жертв отравления поддельной водкой в Харьковской области растет. Умерли уже 18 человек. В больницах с подозрением на отравление 21 житель. Все умершие употребляли контрафактный алкоголь в четырех районах области. Ранее под стражу взяли хозяйку четырех магазинов в Волчанском районе. Там эту водку продавали в том числе и на разлив. Бразильская полиция арестовала бывшего министра финансов Антонио Полоце. Его подозревают в коррупции. Он возглавлял ведомство с 2003 по 2006 годы при экс-президенте Лулида Силве. В 2011 Полоце был во главе администрации Дилм Русеф. Экс-министра обвиняют в том, что он был связующим звеном между партией трудящихся и крупнейшей инженерно-строительной компанией «Одебрехт». С 2006 по 2013 годы он помогал ей получать подряды на крупные проекты для государственной нефтегазовой компании «Петробрас». Взамен «Одебрехт» платила откаты топ-менеджерам топливного гиганта и перечисляла деньги партии трудящихся. Следователи утверждают, Полоце одобрял для строительной компании кредиты, которые затем выдавал Государственный банк развития. Кроме того, бывший министр помог «Одебрехт» получить в Конгрессе одобрение на налоговые льготы. Расследование по делу о коррупции в «Петробрас» началось два года назад. В сентябре прокуратура Бразилии обвинила бывшего президента страны Лулу Досилву в том, что он руководил коррупционной схемой в государственной нефтегазовой компании. В результате махинации «Петробрас» потеряла более 12,5 миллиардов долларов. Перед судом предстали многие руководители строительных компаний, топ-менеджеры «Петробрас» и политики. Некоторых из них приговорили к длительным срокам заключения. Коррупционный скандал также коснулся и экс-президента Дилмы Русеф, которую в августе отстранили от должности. С 2003 по 2010 годы она занимала пост главы Совета директоров компании «Петробрас». Оппозиция обвинила ее в нарушении налогового законодательства и финансовых махинациях с госсредствами. Русеф все обвинения отрицает. Иран не будет договариваться о заморозке объемов добычи нефти. Об этом заявил профильный министр Бижан Занганы по прибытии в Алжир. Там пройдет встреча стран-экспортеров нефти. Он прибыл только для обмена мнениями о возможной заморозке или сокращении объемов. Напомним, накануне в Алжире начался международный энергетический форум. В его рамках на неформальной встрече ОПЕК будут обсуждать и заморозку объемов добычи черного золота всеми странами-экспортерами.